всем привет дорогими подписчики и гости моего канала вы на канале нефрит 987 с вами лицами лунатик фанатик еретик проще нефрит и сегодня мы продолжаем прохождение горький 17 ребят честно скажу я сейчас так появимся ибо мне пришлось восстанавливать восстанавливать жесткие диски повреждения было очень много почему-то на них кстати делает это советую я всем тоже раз две недельки у кого особенно десятка ну что десятка восьмерка тоже засоряет очень сильно сектора поэтому лучше всегда подлечивать ну и тут у меня тут много всяких проблем я не смог даже горького запустить потому что меня все повреждено вот и все восстановил пришлось заново сносить горького ставить его заново но все как видите как видите все здесь есть у меня я все восстановил так ну и поедем да кстати не забываем ставить люба тем кто не подписался на мой канал обязательно подписываться ну и конечно же оставляйте ваши комментарии по данным видео и вступайте в две наши группы это пока 59 и наши 90 все ссылочки есть в описании на моем канале это мы идем мы идем мы идем мы идем так без махач это вот это еще что-то смерз косойный знаете мужики а ведь если с этими тварями немного пообщаться то они уже не так страшные посмотрите он уставился на меня посмотрите как он пристанно на меня смотрит так это ж вполне естественно 12 часов по полудни господин хаки время обеда как не так вот это отколись попробуем его из бластера шандараш Ладно, в начале приманку кину Ой, зачем я сюда ее кину? Ай, дебил я Так, хорошо, и этого глушить можно? Еще лучше Заморозить Это уже можно Так О, блядь, тут еще одна Ага, они еще и не поддаются на приманку Суки Вот это Вот это плохо Надо быстро его сейчас Прикончить Какую же граната-то, блядь Ебаш Деница этого Тяжелая броня О, а мы сейчас промо по этим двум шмальнули Да ты что ты будешь делать-то, а? Сука, мощная парня Да, я знаю, они сейчас бить будут Но что-то, сука, делать Будем биться Подгоришь, блядь Кажись, я его растопил О, ты живь я делю я делю я делю я делю я делю я сейчас будет еще ломан сейчас хером от меня чувствую не могу из этой пушки Давай вот Коврюйте бы контратаку, а Так Мы знаем за то, что Ты горишь, бля Хрень-то непонятная А Женез Вот, коврюйте, надо сразу эту Пригрохотнуть Ну, а вот так Давай, на боковке Давай из-за спины ее обойдем еще На этих спину, блядь Готов Доставчик Ну так Сбоку херанем Что там сбоку-то еще бронирование что-ли Нужно в упор только валить Дай Не хочу Все перезаряжается Так все не вовремя Ох ты, нас двоих сейчас Дай Убей его Давай, коврюйте Ну, коврюйте Ну, коврюйте А когда ты бляра себе Ты нас мажешь Давай, коврюйте Давай, коврюйте Ну, коврюйте Смотрю еще Вот так Ну, и когда Да, блин Какой пистоль Едем и когда Мы будем все Стритушки Повалить Стритушка Морозится Надо было Это хорошо Так, с одному жнецу пришел попипец Так, Селиванов Мы будем бить эту херню Чуркетница есть Левого О, матчика Сейчас двух Так, гранат Подрежишь На, ахрен Так, и хорошо Да? Тарас Сейчас Тоже Гандоны Давай Выпорчик О, бля Хорошо Важнее Ой, мы опять Хипоем Сдохнем Сейчас На этом Мы сейчас Тестрицу Чукнем Также Нет Пипец Засключаем Тебе Повышать Не налог Хреново Повышать Налог Тебе Тебе Засключаем Добавь к нему. Да тут у вас, писта! Шикит, шикит! Да иди качи, за херня там было. Ох! Ох, хорошо там сейчас. Так, давайте засеемся. Так, блядь, сейчас мы куда пойдем? Ну, это начали вверх. О, блядь, что это тут за вертится еще на хер? Все как раз для Селиванова. Надо бы хоть шмальнуть из ракетницы по кому-нибудь. Аж как-то не интересно. Он еще есть. Что за блядь, за бластер? Гроник хороший. На 5. На 7 все. Селивана прокачивается на другую броню. Есть. Прототип нового оружия будет надеяться, что хотя бы не взорвется рука. Блядь. Что, у всех все есть такое-то? Ну, давайте его дадим хахти. Фу. Этому. Тарасу. Этому Селивану это хватает силу. Этого селивана лета хватает силу. Этого селивана, это хватает силу. Это тагам. Все, все, все пиздец пришел. мы идем идем мы идем всем идет туда еще ящик черный день ящиков 1 мид так с дробь это опять же этому надо отдать тарас он у нас с дробашом шмаляет мид у нас был всегда ухахте как у всех по аптечкам неплохо 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 вообще тогда куда я иду куда-то я иду куда мне идти-то наверно сюда махач что-то мне здесь не нравится что-то мне здесь не по себе ребятушки ты думаешь что они все-таки где-то попрятались вполне вероятно тут что-то не так на мой взгляд слишком спокойно повнимательны ладно да ребят как раз мы как-то помните нас убили девушку джанет по моему нам отравили вот как раз тут эти падлы и есть надо рассредоточиться ты сюда ты сюда ты сюда вот так вот будем знать кто оттуда попрет так одного спалил так одного спалил перед тарасом так и так же ах ты тут два еще целых я тут убежал блять тут еще один даже не знаю сколько у них хп сейчас мы прожали что нету что ли а у него защита от огня сука раз перед нами сейчас ублюдок стоит мы знаем да сейчас нам надо чем-то шибануть блять шибуку не устроить хорошие о у тебя же бластер давайте попроверим блять а чё блять разыщит помню всего они всего зачинят один тут один тут давай сейчас реванку так отступим мы знаем что здесь сейчас мы его подхуячим как напалма думаю ебануть разочек давай их там дотянемся сука лови блять и ничего не стало что ли блять сейчас нам больно это будет только это контратака блять не глушу тоже контратака толка и отсюда вот что на этого огонь тоже не действует сейчас только просто расстреливать сука а у всех контратака я никому ничего не могу сделать и а мы сейчас ракетницы сука на ракетнице то вас нет смотрят атаким хандоны сколько у вас хелфа блять подступим этот шибука здесь а этот шибука блять 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 и блять блять я дурак лекаря блять 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 набирает блять Чем же вас сухо убивает? Так, гадов таких. Так, сдвое скопытились, отлично. Сейчас он была каранда пола нашел. Тоже нихуя, да? Готовимся, сука, сейчас этих добивать. Ох, они вам хп-то посносили, ох, хп-то посносили, блядь. Всем плохо, сука. Давай, Селиванов. Так, хахте, мы сейчас добьем, сука, топориком-то тюкнем, сука, одного. Да, блядь. Он же шокий. Лечиться будем, Селивана всех лечит. Блядь, не то нажал. Ах, ах. Противоядие сейчас нам не надо, блядь. Ах, ах, ах. Всех божьей хахте нашему досталось. Ах, ах. Страшно, сука, с такими козлами встречаться. А что больше нету? Интересно. Какого дела нет. Ну ладно, пойдемте сюда. И что? Ах, все, компьютер питает, да он? Значит, к компу надо идти. Ох, эти шибуки. Ядовитые козлюки. Даже неизвестно сколько их ходят. Ну, как я предполагаю, то где-то у них 40 с чем-то. 45, наверное. Но на них почти ничего не действует из оружия. С крутого оружия. Ну, у Селиванова зато были аргументы весомые. Ракетница, вот она и вам, пригодилась тут. Что-то хахти-то пошел по низу. Хахти, ты че? Ты же сыр все время один-то ходить. Че-то, а че тут надо? Ну, че-то здесь надо? А если он питает компьютер? Значит, че-то где-то должно заработать же. Уделаем херена. Рискуем зайти сюда. Твою мать! Че, черт побери, тут произошло? Похоже, система телепортации все-таки работает. Надеюсь, наш датчик ДНК в порядке, и мутант никого из нас не прикончит. Блять, а как тогда проходить-то? Че-то я не допетриваю, ребят. Че-то я не допетриваю, ребят. Хе-хе. Ну что, хахти снова к нам присоединился? Хе-хе, да куда же идти-то там? Ой, сейчас нас опять портанет. Твою мать! Хм, похоже, система телепортации все-таки работает. Так, блять. Надеюсь, наш датчик ДНК в порядке, и мутант никого из нас не прикончит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, блядок. Шо же мне делать-то? Можно идти спокойно. Так, давайте зацениваемся, в какое-то место. Здесь можно работать с дисками, если есть электричество. Так, блядь, надо электричество, наверное. Включить. Диск. О, наш старый диплом. Крачев! Ага. Черт возьми! Как... как ты смог? Объяснение заняло бы слишком много времени, капитан. Как видите, я все еще жив, чем, собственно, обязан вам и только вам. Однако, пора поговорить и о самом главном деле. Нет, сначала ты все же должен мне кое-что объяснить. Мы встречали людей, которым ты отправлял разные письма. Что было... Я знаю, что тебя интересует, Николай. Поверь, ты скоро все поймешь. Только будь любезен, позволь уже мне договорить до конца. Ладно, считай, что мы внимательно тебя слушаем. Итак, вы наверняка уже знаете, что на самом деле Горький-17 был большой исследовательской лабораторией, занимавшейся сверхсекретными исследованиями в области клонирования человеческого материала. Как они это называли? Откуда ты знаешь? Ну вот, посмотрите. В последний раз Горький-17 был разрушен именно из-за эксперимента под кодовым названием «Семья Даши», целью которого была проверка результатов весьма смелых исследований в области многомерной физики на примере сырого, но уже функционировавшего устройства для телепортации. Кстати, очень похожего на то, что стоит здесь. Совершенно естественно, что прежде всего этот проект был подчинен военным целям. Вначале была успешно осуществлена телепортация животных, затем начали телепортировать людей. На первый взгляд все проходило нормально, однако спустя две недели подопытные начинали вести себя весьма странно. У некоторых изменился цвет кожи, начались резкие боли и все без исключения стали чрезвычайно агрессивными. А еще через несколько дней они стали мутировать буквально на глазах ученых. И как вы уже сами видели, к этому моменту ничего человеческого в них не оставало. Однако ученые не остановили свой эксперимент. Подопытные, которые выжили после мутации, были расстреляны прямо во дворе лабораторного корпуса, а группа доктора Шевчука продолжила работу над более совершенным устройством для телепортации. Из-за нехватки времени и давления со стороны военных, а задействованы были, поверьте мне, самые высокие сферы, исследователи полностью отказались от экспериментов на животных и стали взамен горбовать бездомных и нищих в окрестностях соседних городов. Честное слово, более подходящих подопытных кроликов они вряд ли могли представить. Усовершенствованная камера для телепортации оказалась еще эффективнее, но в наихудшем смысле. Любой телепортированный практически мгновенно мутировал. Похоже, новый прибор вносил в ДНК еще большую погрешность. Более того, в один прекрасный момент при телепортации бедолаги, болевшего гриппом, наружу вырвался измененный вирус, который начал мгновенно распространяться среди обслуживающего персонала базы и самих исследователей. Похоже, измененный вирус гриппа приобрел все свойства активного мутагена. В результате, буквально за три дня, эксперимент вышел из-под контроля до такой степени, что ситуация получила 10-й класс по шкале бактериологической опасности и лаборатория, а за ней почти что весь город были уничтожены массированной бомбардировкой. Из первоначальной группы не уцелел никто, кроме меня. Что это значит, из первоначальной группы? Я единственный, кто пережил катастрофу Горького. Я был одним из подопытных в этом эксперименте, но по какой-то причине меня миновал мутагенный вирус, и я был переправлен в другую лабораторию, чтобы продолжить исследование в условиях карантина. Ведь вы наверняка знаете, что уже после полной изоляции этой зоны в городе все равно продолжала работать закрытая лаборатория. Да-да, несколько ученых продолжали работать, закрывшись в уцелевшем корпусе. И никто не решался его разбомбить. А вдруг... А вдруг они все-таки найдут решение проблемы? Невероятно. Чем дальше, тем интереснее. Но как же ты тогда здесь оказался? Как видите, эксперимент опять потерпел неудачу. Незадолго до передачи зоны Польши остававшихся ученых эвакуировали, и началось настоящее светопредставление. Чем они только не бомбили этот город? Излишне говорить, что меня, как потенциального вирусоносителя, с собой не взяли. Ох, чует мое сердце! Что-то здесь не так! Грачев, тебе же будет лучше, если ты расскажешь всю правду. Господи! Да похоже, он и впрямь верит, что сделал себя бессмертным. Но поймите же, я уверен, что мы сможем использовать диски для того, чтобы повернуть вспять процесс мутации. Но почему ты не рассказал нам об этом раньше? Почему убегал? Я... я боялся. Слишком многие замешаны в этих событиях. Я не знал, можно ли вам доверять. Теперь же я это знаю. Мы можем спасти всех этих невинных людей. М-м-м... послушай, здесь и правда не обошлось без участия некоторых, скажем так, высокопоставленных лиц. Ни у одного тебя теперь проблемы с доверием. Ну да ладно. Давай тогда уж сразу приступим к делу и попробуем реализовать твой план. Однако запомни, никаких фокусов, чтобы больше никаких выкрутасов. Шаг в сторону, сразу получишь пулю в лоб. Я серьезно. Командир, ты уверен? Откуда мы знаем, что эти диски не отправят нас на тот свет? Я с самого начала сказал, что этот тип принесет нам только проблемы. И я был прав. Спокойно, Тарас. Мы все рискуем. Вопрос только в вероятности. Посмотри лучше, работают ли эти диски. Ну давай, давай, работай, черт тебя подери. Убери руки от прибора, Николай. Мне очень жаль, но я не могу этого сделать. Мир за стенами этого города захочет узнать, что здесь произошло. Миру ничего не нужно, мой мальчик. Им бы только ночью спокойно спать, пока мы их охраняем. А теперь отойди-ка от установки. По-хорошему, прошу. Нет. У меня есть к вам несколько вопросов. Например, почему солдаты НАТО получили приказ уничтожить нашу группу? И при этом с вашего ведома. Ты не все знаешь, Селиванов. Ситуация гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить. Из двух зал выбирают меньшее. Понимаешь ли, в некоторых случаях стоит пожертвовать тремя жизнями, чтобы спасти миллионы других жизней. Однако я думал, что мы были на вашей стороне. Нечего сейчас рассуждать, Коля. Это лежит уже по ту сторону добра и зла. Здесь нет ни ваших, ни наших. Ситуация почти вышла из-под контроля. Нет времени философствовать. Я должен выполнять приказ. Эта группа номер два должна была убрать тебя и твоих ребят, но они отказались. Майор? Нет. Теперь же полковник. За проявленное мужество вы посмертно награждаетесь звездой Героя России. Неужели? Может, лучше показать, куда вы можете эту медаль себе засунуть? Расстрелять их! Ну, ща, расстреляй, попробуйте, сука. У нас есть чем шмальнуть. Я оставил хорошую штучку. Пизда сразу же всем. Вот так вот вам, сука. Выкусите нахуй. Ну, надо, полей. И Павлов получил. Ничего не работает? Почему же не работают диски? Ты круглый идиот, Коля. Ты и твоя хваленая команда. Вы попались на уловку Грачева. Он ведь не тот, за кого себя выдает. Грачев, о чем это он говорит? И почему не работают диски? Капитан, не обращайте внимания на его болтовню. Может быть, дискам просто нужно некоторое время. Этот человек пытался уничтожить всех нас. Я уверен, что он заодно с Косовым и его бандитами, которые пытали меня во время эксперимента. Послушай, а почему бы твоим орлам не уничтожить их прямо здесь и сейчас? Ведь мы же знаем, что это просто стервятники. Они сидят в своих хоромах, ничего не зная о реальной жизни, и думают лишь о том, как бы им использовать нас в своих целях. Ты знаешь мою историю. Я не виновен, а он убийца. И теперь у нас появилась реальная возможность показать этому вояке, каково быть обычным человеком, безо всяких привилегий, без машин охраны и вертушки на столе. Не слушай его, Коля. Он лжет. Он был правой рукой Косова и использовал вас лишь для того, чтобы попасть в эту лабораторию. В одиночку-то он точно не смог бы этого сделать. Заткнись! Заткнись ты, грязный вояка! Заткнись, или я тебя убью! Грачев, а ну на место! Ладно, ладно, что поделаешь. А ведь это правда, капитан. Именно ты и привел меня к цели. Ты и нашел лабораторию. Как видишь, диски работают. Все, что мне надо, я от вас уже получил. Ну, хватит, Грачев, не с места. Что? Грачев? Это скотина Грачев? Забудь про генерала, командир. Он пытался нас уничтожить. И все-таки он человек. Ладно, поехали. Бывший грачев, вот и межбывший. Подбираемся, наверное, поближе. Сука, достану я этим, была старая. Хочу выступать все-таки. Давай! Тяжелая броня, сука. Тяжелая броня, сука. Все, нафиг, я надеюсь, Гранату закинешь. Нет, не закинешь. Ракеты-то хотя бы запустим. Давай напавним, давай-ка напавним. Сейчас че-ли нам будет бобо. Че-ли нам глушит? Печально. Че там сделал, блядь? Че ты, блядь, такое делаешь? Так, ща, мы тебя самого глушим нахер. Падла непонятная. О, наглушил, но это хорошо, блядь. Так, ща, мы-ка, еще поджарим. Иди! А, он торопил на нас, сука. Ничего, ничего, блядь. Ну, потом еще и Тарас отравил. Скотына. Ну, ниче, щас мы, блядь, я все расшмаляем, блядь. Не загоришься, надеюсь? Ну, через огонь спокойно так прошел. Че мы, ну, еще ракетница. Нет, ракетница не шмальнет. Для себя заденет. Да, блядь. Под конец уже, она нам еще повышает. Ох, ты ж, блядь. Еще и подорвал, нахер. Все, еще нашел. Так, давай-ка, Тарас, ты сейчас это подло оглушишь? Все, ладно, че-то-ка отойдем. Будем его повесить. Вот так. А? Только не нравится нам же. Хахти, он тебя похалечил, да? Ох, он нехороший дядь, по-моему, что-то. Еще бластером, да? Прожгем нахер, вот так вот. Он сейчас испытает всех усыплит. Все прелести жизни. Заври, я не счастлива. Своей крутой пушечкой. Как тебе дайди, кто тебе дай достанет. Ну, теперь на следующий ход мы его прибьем, нахер. Ничего, ничего не могу сделать. Ну, ты ж, блядь. Ну, давай, Селиван. Сделаем последнюю выстрел, блядь. Пятую к точке не перегла от меня. Оставьте нас с Николаем одних. Тарас, Юка. Отойдите. Ты не должен меня задерживать. Это не имеет никакого значения. Не я, так другие, поверь мне. Слишком много желающих заполучить горький. Всех не перекроешь. Но у них нет такой силы воли, как у меня, мой мальчик. Какие такие другие? Когда борьба идет не на жизнь, а на смерть, у них иногда не выдерживают нервы. Они не думают о возможных последствиях. Понимают их иначе, чем ты. И ты знаешь об этом. Слушай меня внимательно. Лишь немногие знают то, о чем я тебе сейчас расскажу. В 1989 году один из наших молодых ученых, Антон Жевлаков, открыл. Антон впервые доказал, что все люди имеют особый, особый рецессивный ген, который может оказывать разрушающее воздействие на весь организм. Каждый человек рождается с таким геном. И если ген Жевлакова начинает действовать, то человек умирает. Рано или поздно, но обязательно умирает. Существует теория. Теория о том, почему этот ген на протяжении всей истории человечества по какой-то причине все-таки не действовал. И только в последнее время он должен был заработать. Причина этого неизвестна. Возможно, космическая радиация, экологическая катастрофа, генетические часы. Я не ученый. Я не особо в этом разбираюсь. Каждый год число жертв этого гена растет. Это просто чудо, что нам пока удавалось так долго скрывать его существование. Но время работает против нас. Паника, мародерство, все войны 20 века вместе взятые покажутся тебе приятной прогулкой. Быть может, еще одно поколение, но от силы два. Затем все человечество погибнет, мой мальчик. Все человечество? Да это просто невозможно. Каким образом? Этого мы не знаем. Пока еще не знаем. Допустим. Допустим, все именно так, как вы говорите. Но почему именно русская база? Некоторое время тому назад разведка НАТО обнаружило, что мы тайком проводим запрещенные эксперименты в области многомерной физики. Один из наших самых талантливых ученых, Морозов, разработал устройство для телепортации. Пока только на бумаге. У нас была идея, но не было денег. Ты же знаешь ситуацию с бюджетом. Эти чертовы войны не оставляют ни копейки для исследований. Ваххабиты, индусы, талибы, черт их дери. НАТО решило нам помочь. Не сразу, не сразу. Конечно, они угрожали устроить гигантский скандал вокруг наших опытов, рассказать всему миру о нарушениях конвенции и клонирования людей в наших лабораториях. Но мы договорились. Ген Живлакова всех помирил, поверь мне. Вместе. И наши, и их ученые верили, что технология телепортации могла бы помочь уничтожить ген Живлакова навсегда. Очистить генофонд. Навсегда удалить этот ген из молекулы ДНК. Спустя несколько месяцев после начала совместной работы с американцами, Морозову, наконец, удалось разработать нужную технологию. Однако затем Минобороны, ты ведь знаешь, они работали параллельно с нами. Так вот, Минобороны вдруг перекрыл нам доступ к созданному прототипу. А сам Морозов вдруг исчез из лаборатории. Генерал Косов, координатор с их стороны, хотел как можно быстрее продать созданный аппарат. В Иран, в Ирак, куда угодно. Этому болвану было наплевать на последствия до тех пор, пока выручки хватило бы на покрытие дыр в военном бюджете. Тип, которого вы только что убили, этот Василий Грачев. На самом деле был младшим братом Морозова. Он с самого начала работал на Косово и помог ему выкрасть все материалы по проекту. Косов изолировал Горький-17, сославшись на проблемы с местными жителями. И Грачев начал проверять на практике технологию, разработанную его братом. Изменять ДНК, создавать людей-мутантов, искать эффектные примеры для демонстрации потенциальным покупателям. И через несколько дней ситуация и правда вышла из-под контроля. После чего... После чего Косов решил сравнять весь город с землей и получил одобрение сверху. Выборы, коррупция. Ты знаешь, какой там бардак. Я думаю, что они до сих пор не понимают, что здесь происходит на самом деле. Он хотел, чтобы и премьер, и люди президента тоже поверили, что технология уничтожена. Понимаешь, он начал работать уже на самого себя. Понимаю, но технология ведь уцелела. Точно. Косов и Грачев разбомбили жилые кварталы, но оставили целым основной блок лаборатории. Но в конце концов Грачев тоже струсил. Он боялся, что Косов убьет и его, как только работа будет завершена. На подопытных ему было просто наплевать. Он боялся только за собственную шкуру. Я был поражен, что ты, опытный солдат, не заметил, что он просто использовал вас. Он сказал, что хочет спасти город. А что, если он и правда хотел этого? Чушь! У нас была группа НАТО. НАТО! Они настояли на том, чтобы их группа пошла первой. А позже послали вас, чтобы найти группу, но не лабораторию. Когда мы решили, что вы идете по следу лаборатории, у нас не было другого выбора, кроме как уничтожить вас. Представь себе только, что случится, если информация о гене Живлакова станет известной всему миру. Паника. Жуткая паника. Это перевернуло бы все наши планы. Из-за этой лаборатории погибло так много людей. Почему? Что в ней находится? Ты еще поймешь. Я умру. Но у тебя еще будет последний шанс. В лаборатории есть вещь, которая может спасти нас всех. Ах, именно ее искал Косов. И я ее искал. И Грачев. Вы должны ее найти. Надеюсь, ты знаешь, что надо делать, если ты ее увидишь. Пожалуйста. Пожалуйста, поверь мне. Твой отряд. Наша последняя надежда. Хорошо. Предположим, я вам верю. Кто еще об этом знает? Я не знаю. Не знаю. Идите. Идите скорее. Скоро придут другие. От меня теперь мало что зависит. В лаборатории есть секретная комната. Вы обязаны найти ее раньше других. Пожалуйста. Да. Дело и правда, дрянь. Дело и правда, дрянь. Ну вот и все, ребят. Мы узнали всю правду про Горьки-17. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefraightH987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и конечно расставлять ваши комментарии по данным видео. Ну а всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...